Всем привет! Это Таня Престанцы. Сегодня в гостях у меня педагог-балетмейстер, хореограф Иван Межевикин, а также по совместительству педагог хореографического училища-колледжа лаборатории Лавровских. Здравствуйте, Иван. Очень рада видеть, познакомиться. Иван расскажет свои наработки, свои секреты, мы так любим это. Один из способов, как можно поставить хореографический номер, правильно я сказала? Ну, по сути, да. Как дать старт? Один из приемов по созданию хореографии, особенно когда ты в ускоренном режиме и когда тебе нужно много хореографии за очень малые сроки. Это, кстати, очень прикольная тема, я такого никогда не брала, а ведь это действительно проблема насущная, я думаю, и у хореографов, и у коллективов, и у танцоров тоже, да? Она является как бы проблемой, и если ее разбирать как решение на самом деле, то тоже можно столкнуться с тем, что, а настолько ли это вот качественно с точки зрения искусства, настолько ли это истинно, искренне, потому что, по большому счету, прием этот, ну, грубо говоря, вот такой ремесленный. Вот этот прием нам дал, посоветовал, изобрел британский балетмейстер, хореограф Уэйн Макгрегор. Замечательный товарищ, замечательный человек, он же, ну, в его постановке во многих театрах мира играются, и я, кстати, сегодня причем только узнал, что, на самом деле, я не знал, что он является хореографом всех частей фильма про Гарри Поттера. Ну, подробнее, в чем же стоит метода, в чем, почему он такой универсально помогающий, я так понимаю? От слов к делу давай сделаем. Простая вещь, причем я предлагаю сейчас для простоты восприятия и наших зрителей, и нас же самих, меня самого в первую очередь, прямо на каком-нибудь вот самом-самом простом примере сваяем сейчас в порядке бреда какую-нибудь связочку. Давай вместе. Типа импровизация сейчас будет? Ну да, на месте, что мы будем сочинять. Я сейчас задаю первое движение, второе – с тебя. Без музыки, без всего, да, условно говоря, давай. Допустим, это у нас раз. Я очень люблю начинать почему-то. У меня балет будет. Два. Прекрасно. Значит, фиксируем первые два движения. И раз, два. Замечательно. Давай отсюда тогда третье движение мое. Три. Ой, аж хрустно. Три. И сложимся четыре. Допустим. Еще раз. Зафиксируем, а то я забыл уже, что мы сделали. Раз. Мы открываемся. Два. А, туда. Делаем три. Взмах. Переходим. Четыре. Еще пару. Давай следующее движение за тобой. Чудесно. Ну что-нибудь такое. Пять. Вырастаем. Давай тогда, может быть, отдельно еще сделаем. Шесть. Сядем. Семь. Я не знаю. Мы что-то совсем в балет ушли. И какой-нибудь речке поворот. Потому что это я. Восемь. Давай, да. Вот что-то вот такое. Только я вторую часть не зафиксировал. Что мы там в итоге сделали? Мы сделали вот это. Раз. Мы сделали выпад. Два. Вот это. Мы открылись. Три. Вышли четыре. Дальше мы вырастаем. Стали. Пять. Открытое положение. Выросли шесть. Сели семь. По пути наименьшего сопротивления вырастем сюда больше. Вот у нас есть связка. И вот с этой связкой мы можем делать все, что угодно. Используя ключевые принципы. Первый принцип, как пример. Мы всю эту связку делаем наоборот. Но, условно говоря, разберем. Я поняла, с конца на начало. Даже можем с конца на начало. Тут я, допустим, задаю это задание своим ученикам, еще каким-нибудь артистам. Вот воспринимайте, как хотите. А, ну кто как короче пользует. Грубо говоря, артистам болит. Я говорю, сделай теперь всю эту связку ван-де-даун. Дау-дау-дау-дау. Сделай. Там истанка. Стоять. Открытое. Закрытое. На этом уровне. Второй прием. Мы сейчас их используем. Второй прием. Добавление рондов. Рондов. Любых вращательных движений во всю связку. Ну, условно говоря, сейчас через андетан, через обратную историю не будем идти, что для простоты восприятия. Друзья, 29 и 30 октября состоится премьера балетов сезона Михаила Лавровского. В программе «Балет. Две женщины» и «Амок». Среди исполнителей такие звездные имена, как Мария Александрова и Мария Анна Рышкина. Я постараюсь побывать на генеральном прогоне репетиции и вести свой репортаж в соцсетях. Поэтому следите за новостями, следите за соцсетями и оставайтесь со мной. Обязательно буду делать интересные анонсы в будущем. Вот у нас первое движение есть. Раз. И возьмем сразу же два, да? Сюда выход положения. Чудесно. От самого простого. Мы добавляем вращение в кисти и в борт. А, то есть ронды не только ногами. Как угодно. Здесь вот опять же-таки мы можем добавить этот ронд. Мы можем сделать через... Как у вас там... Как это у вас в балете называется? Гругой ряд, да? Даже сложно. Условно говоря. Ну давай вот эти два движения пройдем через ронды. Если у нас был выпад строгий, да, здесь, мы теперь добавим корпус, вращение корпуса в это движение и вращение руки. Здесь вышли. Следующее движение у нас был выпад сюда. От самого простого. Почему бы нам сюда не добавить вращение головы и вращение рук? Как это такое? Например, вообще. Увеличивая амплитуду, увеличивая, так сказать, широту движения. Допустим, отсюда мы выходим. Добавляем раз. Какой-нибудь... Не, нужно что-то посимпатишнее, да? Сюда добавляем ронд и сюда уводим два. Мы, по сути, пришли в это же положение, да? Но это накрутили. Давай проще. Налинечко усложняем. Раз. И уходим два. 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 Сохраняй форму движения. Третье движение у нас какое было после этого? Что мы делали? Что-то там вот такое. Мы делали вот эту вот историю. Замечательно. Продолжаем историю с вращениями. Раз. Два. Возвращались сюда же мы после этого? Да, потом мы вниз уходили. И уходили вниз, менялись сюда. Да. Четыре. Поскольку у нас в основном сейчас идут движения руками, да? Мы можем вообще все время эти навороты фиксировать, делать. Но почему становится странно? Потому что мы используем этот прием постоянно монотонно. И уже как бы получается одно и то же? Получается одно и то же. Получается какая-то ерунда. Что помимо этого мы можем делать? Третий прием, который мы можем использовать. Вся эта связка делается в портере. Давай мы так сделаем. Ты будешь делать оригинал. Я рядом с тобой буду делать видоизмененную связку. У нас первое движение какое издание? Здесь было, да? Условно говоря, что мы можем сделать с первым движением? Я начинаю это же движение в портере. Даже начиная с первого положения, мы заняли его вот спокойное, статичное. Вот мы отсюда и пляшем. Давай вместе. Семь. Восемь. И раз. Я забыла, да. Да, в открытое положение уходим. Дальше у нас выход был. Выпад в правую сторону с двумя руками. Сюда, назад мы, допустим, это используем. И дальше сразу же, маленькая вещь, повторюсь, да? Мы можем объединять эти приемы. Объединить прием использования комбинации в портере с добавлением вращения, к примеру. Вот мы сделали третье. То есть вращение у нас не в прямом смысле вращения, а любое кругообразное движение. И вот этот переход я добавляю сюда, банально перекат. Выхожу в следующую точку. Вот мы здесь. Дальше у нас что было? Я вставала. У нас был выход. Чудесно. Вот я вместе с тобой иду. Здесь. Мы сохраняем общую форму танца. Я встаю. Ох ты что, выхота. Это интересно, кстати. Задачка, да? Выйти сюда и выйти в какое-то падение. Нет, а можно же встать на эту ногу наоборот. И эту ногу поднять. Вопрос. Мы тогда потеряем форму. Потеряем? Ну, грубо говоря, у нас же опорная нога по форме, да? Комбинация идет левая. Но мы можем как бы отзеркалить. Что самое интересное, мы можем все. Но если мы, допустим, даем задание конкретное ученику, артисту, кому угодно, да? Желательно для первых этапов наработки, да? Вот прям полную свободу не давать. Давать вот конкретные, конкретно поставленные задачи. Желательно, чтобы именно проследить. Порой и за собой, когда ты себе даешь эту задачу, да? Чтобы не было ухода от изначального источника, от первоисточника. Тогда это можно использовать как композиционно, так уже и драматургически, везде, как угодно. Давай, вот в итоге сделаем эту, хотя бы первую часть. Давай, до выхода сюда. Семь, восемь, выход. Раз, выпад, два. И три, четыре. Выходим, да? Я здесь опоздал. Дальше выходим на выпад. Пять. Чудесно. Ну и шесть уже дальше. Толчок. Ро, он красивый. Ро, а здесь уже, пожалуйста, рондики можно добавить и так далее. Вот в этом кайф. И дальше. Какие этапы могут быть следующие? Один из оригинальных еще Макгрегоровских приемов – это использование всей связки во взаимодействии с партнером. Здесь как бы подразумевается уже партнерство, допустим, в дуэте, в трио, как угодно, в любой форме. То есть мы можем с тобой начать первоисточник даже танцевать. Допустим, фейс-то-фейс мы стоим. И рука грузится. Мы начинаем вместе у нас взаимодействие. Раз. Второе у нас положение какое? У нас мы выходили сюда. Взаимодействия нет. Что мы можем для этого сделать? Одной рукой остаться. Одной рукой остаться, как вариант. Раз. А мы лучше здесь соприкоснемся, да? Выйдем сюда два. Вот давай мы сохраним этот контакт здесь. Руки продолжат движение здесь. Вместе. Вместе. И дальше уход. Ой, сейчас может быть как раз интересно. Когда мы уходим сюда вниз, проходя здесь как минимум зрительский контакт, да? Также и продолжая движение сюда. Ну тут, конечно, не очень красиво получилось. Ну вот, опять же таки, о чем я и говорю, что как раз-таки какие-то моменты в процессе ты понимаешь уже. С точки зрения своего вкуса, эстетики, да? Понимания, как выглядит то или иное движение. Ты уже следишь. Так. Вот здесь этот прием неуместен, да? Вот здесь вот мы зафиксировались и какая-то ерунда. А что я могу здесь использовать? Ронды. Условно говоря. То есть, мы берем за основу связку, да? По сути. Прогоняем ее через призму. Сделать ее в андедан. Сделать ее наоборот. Сделать ее в партере. Сделать ее с вращениями. Сделать ее в контакте, в дуэте, в трио, в четверочке, в ансамбле. Как угодно. Еще один дальше шаг вперед. Что мы делаем? Мы даем задание конкретное. Вот у нас есть, допустим, два музыкальных такта. Раз и два и раз и два и. На первую сильную долю каждого такта, в той комбинации, которая поставлена хореографом, я даю задачу своему артисту, исполнителю, ученику, кому угодно. Значит, первая сильная доля исполняется в андедан. Вторая сильная доля, если это дуэт, исполняется с соприкосновением. Потом вторая, условно говоря, часть первого такта делается наоборот. То есть здесь можно наградить все, что угодно. Плюс дальше. Следующим этапом. Вот получилось, допустим, взяли связку. Сделали ее, прогнали целиком полностью в партере. И теперь уже на этот материал, на исходный, мы берем и укладываем вот эту вот призму. Здесь так, здесь это используем, здесь, 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 здесь. В итоге хореографией будет. Вагон и маленькая тележка. А дальше уже, пожалуйста, занимайся композицией, используй. А вот я хотел спросить, а как тогда не заиграться в это и понять, когда нужно, а когда не нужно? Очень интересный, очень хороший вопрос. И, кстати, вот у меня, когда я проводил мастер-класс, один из первых, как раз по этому методу, у нас получился интересный момент. Это были как раз, были собраны исключительно хореографы, педагоги коллективов. У нас было человек 20. Мы поделились по группам. И мы в какой-то момент действительно заигрались. Когда мы сначала сделали, мы поделились по группам. Одни делали в андедан, одни делали в партере, третьи делали в сфере взаимодействия, условно говоря, да. Потом мы сделали шаг еще поверх этого. И когда ребята, артисты начали это исполнять, я стою и понимаю, что это превращается в мясо. То есть мясо в том смысле, что перегруз, перегруз хореографии, усложнение. То есть вот эта вот грань, опять же, все-таки, как ни крути, мы хореографию, это так или иначе все равно, наверное, баланс между ремеслом и все-таки искусством. И вот здесь какой-то взгляд, вкус, понимание, осознание, как это выглядит, как это существует, насколько это оправдано в рамках сценического пространства. Вот здесь нужно вовремя остановиться, вовремя ограничить где-то, что-то убрать, что-то почистить. Ну вот как маленьким ножичком уже подчистить, подвырезать какие-то лишние детали. Никогда не будет такого, что вот ты вот ее использовал, сразу же у тебя все получилось, все прекрасно. Нет, в любом случае это путь, это труд. Двигайся, развивайся, смотри. Так или иначе ты будешь находить для себя какие-то нюансы, правила, как на уровне самостоятельной работы, на уровне самостоятельного самообучения. Очень интересно, необычно, я думаю, что должно помочь многим, может быть, мне кажется, кто не знал такой метод, это действительно интересно. Пишите свое мнение, пишите комментарии, как вам вообще слышали о таком методе, пробовали или нет. Если попробуете впервые, расскажите, что у вас получилось. Не знаю вообще, как вы ставите, может быть, как вы экспериментируете, тоже интересно. Снимать ли такие необычные выпуски, такого у меня еще ни разу не было, канала уже 5 лет. Спасибо большое, Иван. Будем ждать комментариев, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока-пока.